Здравствуйте, тема отбеливания зубов. Присылали мне вопрос. Что ж, тема, наверное, вторая по актуальности, особенно для женщин после похудения. Очень интересует, сейчас есть профессиональные методики, многие домашние, как можно выбелить, капитально выбелить зубы, даже в домашних условиях. Сразу скажу, я не буду обсуждать методики с абразивными материалами, например, с содой, с активированным углем, натирают ими зубы, потому что это фактически терка для зубов. Это стирает не только налет, но и эмаль, и, соответственно, приносит большой вред зубам. Такого делать не надо. Даже отбеливающие зубные пасты, которые содержат соду, это основной смысл, тоже нельзя круглый год использовать, лишь время от времени, потом менять на другие, потому что это абразивный материал, как терка, тогда уже лучше возьми болгаркой, сними, тогда, да и все. Но есть как в профессиональных, как и домашние методики, это методики с перекисью водорода. Как происходит действие? Многие боятся, я в свое время тоже, когда впервые услыхал, думал, это помни, может разрушить эмаль и все. Нет. Специфика какая? Зуб имеет три главных слоя. Внутренний это пульпа или то, что говорят в народе, нерв, зуба. Потом идет дентин, это вот как раз средний слой, который дает основной цвет зуба. Именно от него в первую очередь зависит цвет зуба. И далее идет эмаль. Эмаль прозрачная обычно. Прозрачность бывает разная, но в основном она прозрачная. Ну и на эмали может быть еще налет, зубной камень, который тоже портит вид. Так вот, соответственно, перед всякими этими процедурами желательно пройти хорошую гигиену зубов, снять налеты, оттеснять зубные камни. У стоматологов есть специальная аппаратура для этого. Иногда бывает даже этого достаточно. Но при этом эмаль сохраняется. Эти же методики с перекисью водорода и подобными веществами, они что делают? Перекись водорода сквозь эмаль проникает в дентин. Дентин. Эмаль остается целой. Ну, чуть-чуть ее пористость повышается, потом снова восстанавливается. Но она не сдирается при этом, лишь пористее становится. Проникает в дентин, и там в дентине происходит отбеливание его. И он просвечивает сквозь эмаль, и зубы становятся намного белее. Вот такая методика. Делается это или довольно быстро, если еще используют дополнительные лампы, дополнительные лазерные освечивания. Это вообще самый хороший метод, и скоростной, и безопасный. Просто не ускоряют это проникновение перекиси водорода, ускоряют реакции, которые происходят. Вот. Но сама ткань зуба, так, сам вот этот кальций зуба, камуш, камень зуба, который обеспечивает крепкость, сохраняется, меняются только органические вещества, которые дают желтизну. Вот. Эмаль тоже сохраняется. Но что надо помнить? Есть домашние методики, некоторые ими увлекаются. Я не говорю о специальных капах. Есть у стоматологов, которые, когда приходишь, делают под твою форму зубов капу специальную. Эту капу человек дома заполняет этим гелем отбеливающим, надевает дважды в день обычно, это по одному часу. И 2-4 недели проводит такую процедуру, и постепенно, постепенно зубы отбеливаются. Это особенно хорошо для чувствительных зубов. Потому что, если зуб очень у человека чувствительные, то скоростные методики могут вызвать боль, там, и реакцию нехорошую. А так человек себе дома понемножку, там низкая концентрация перекиси, отбеливает зубы. Капы делаются так, что гель не распространяется по рту. Они более-менее ограничивают его в пределах зубов. Потом человек гель смывает, опять же, защищают именно площадью зуба. В домашних же условиях некоторые разводят перекись водорода, смачивают зубы. И тут что? Во-первых, надо точную концентрацию. Она каждого индивидуальная, зависит от чувствительности. Во-вторых, были исследования, довольно небольшие, но которые показали, что пациенты есть с раком языка, которые использовали эти методики. Это значит, что перекись может, в принципе, вызывать рак. Это не значит, буквально с первого же использования, но человек раз, другой, третий повышает, может повысить риск рака. Рак языка, рак ротовой полотости, это довольно-таки тяжелая болезнь, противная на вид, довольно-таки противно они выглядят. Ну и скажем так, лучше не рисковать. Если в кабинете тебе точно наложат именно на зубы, профессиональный стоматолог в пределах зубов наложит, выбелит, снимет и все. Если даже дома ты эту капу используешь, все равно она сделана под твои зубы, она довольно-таки ограничивает этот гель, он не расходится во рту. А вот то, что люди берут и просто мажут перекисью водорода в домашних условиях, вреда для самых зубов особого может не будет. Разве что высокую концентрацию дадут и могут повысить чувствительность, зубы начнут болеть. А вот рак, например, ротовой полотости может повышать человек себе риск. Поэтому существуют вот эти стоматологические процедуры, дорогостойшие, но они ограничивают строго зубами. Плюс стоматолог посмотрит, может сначала подготовку провести, камень зубной снять, иногда этого хватит. Плюс, само собой, человек должен отказываться от курения, от чая, по крайней мере, пару недель, потому что это все очень черняет зубы. Плюс нюанс, желтые коричневые зубы с оттенком выбеливаются довольно хорошо, а серый, серо-синеватый оттенок плохо поддается этому. Такие еще нюансы, зависит это уже от состава, от того, какие соли, какие белки вызывают эти изменения цветов. Не все поддается. Но главное, что стоматолог это ограничит именно зубами, твоими зубами, и все больше никуда оно не пойдет, и риск минимальный. Вот такие нюансы. В общем, процедура довольно-таки безопасная, но в доморозченных разных методиках есть определенная опасность. Я о ней предупредил, а вам прекрасного здоровья и лучезарной улыбки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok